привет с вами линк вы на канале гильдия лиммингов сегодня мы продолжаем смотреть на игрушку трансформера в предыдущем видео я сделал анпакинг краткий обзорчик игрушки сегодня я хочу показать вам трансформацию в обе стороны что заметил по ходу сборок разборок игрушка хоть и довольно неплохо но на заметил один такой вот нюансик со временем шарниры вот если вы посмотрите здесь вот он такой гибенький соединение изгибы которые держат болтики вот видите они расшатываются как бы вот так потихонечку и перестают держать то есть вот эти болтики нужно периодически будет подтягивать чтобы они не расходились он здесь вот можете посмотреть деталька не выдержала им дала трещинку либо это заводом предусмотрена такая вот а извиняюсь ребята там на второй руке такая же беда это видимо чтобы не лопался пластик предусмотрено заводом ну наверное а возможно просто он лопнул не могу точно сказать но все равно даже несмотря на это все шевелится все работает то есть игрушка довольно живучая покажу еще раз вам самого робота и начнем с того что отсоединим у него из рук из руки не знаю лапы клешни как не это называется отсоединим пулемет пулемет здесь играет роль самого двигателя вот и ставится в последнюю очередь но вот он вцепился в него и отпускать не хочет никак вот получилось пулемет который можно еще трансформировать в меч дать ему меч чтоб он его держал предпочитаю пулемет кому как начнем ну не знаю мне нравится начинать с ног очень интересно сделаны ноги вот советую отогнуть вот так вот стеклышки и начинаете складывать ногу вовнутрь вот слегка надавливая вот и она аккуратненько складывается в заднюю правую часть машины вот эта часть которая отведена вот сюда либо сюда она является замочком если вы видите она является замком который скрепливаем деталь вот эта часть можно ее немножко подогнуть для вида более красивого и более жесткой сцепки и вот эта часть окна заводится назад вот кусочек машинки мы уже собрали то же самое мы проделываем со второй ногой во внутрь сдавливаем чуть-чуть складываем в общем все хорошо заходит вот эта часть является замком тоже закрыли стеклышко поставили есть часть машины победили теперь задняя часть задняя часть соединяется между собой с помощью замка вот так вот это происходит ну вот ну и равниваем немножко и пол машинки принципе готова вот машинку надо будет потом лепить как снежок как мы уже это видели не раз вот так что все у нас еще впереди что дальше советую сделать дальше советую вот эта часть если вы видите она отводится назад она должна быть выступающей частью вниз вот это элемент крыши который мы сейчас будем ставить руки согните под 90 градусов может быть немножко так вот 45 возьмите чтобы они были согнуты под этим углом и обязательно чтобы если вот вы видите вот этой стороной нужно чтобы она была вверх есть обратная сторона как бы с шариком он бачок ну смысл какой чтобы вот это шарик он был в стороне колеса снаружи вот ну не знаю лично я вот так вот собирал так было мне проще для чего это надо чтобы сделать следующим образом руку аккуратненько заводим сюда согнутую под 45 градусов вот это позволяет сделать шариковый шарнир если вы видите аккуратненько заводим вот сюда вот так вот шариковый сустав у нас оказывается сверху вот и рука под 45 градусов заходит наверх затем делаем следующее отводим назад дверь чтобы двери был были как бы параллельно корпус чтобы нам ничего не мешало сам робот был вот здесь если вы видите он прячется поднятием капота наверх и вот этой штукой вы фиксируете сам капотик есть да теперь самая важная часть трансформации аккуратно вы сдавливаете внутрь как бы ось колес то есть сжимаете его чтобы она встала на место для чего это делается чтобы крыша встала на свое место а расширенная часть вот здесь вот не мешала сборке то есть так вот она встает на свои места аккуратненько поправляете все это дело откройте двери чтобы они вам не мешали выровняете все и крыша застегивается между собой вот таким вот замком видите то есть заводится один в один и чуть-чуть нажимается выравниваете стекло задняя вот это можно сделать вот засунув вот сюда от палец придавив немножко здесь пока пусто вот но там у нас будет двигатель теперь время двигателя можно немножко расцепить и и обычно я просовываю туда вот внутрь это дело в идеале двигатель должен видите здесь вот два ключика один и второй у двигателя есть два вот таких вот выступа ну и в идеале они должны совпадать то есть ставим в один и в другой если очень тяжело соединить попробуйте перевернуть ружьем вот возможно ну там упирается какую-то часть и не дает вот я один черт одну часть поставил и закрываю 2 немножко выравниваю потому что она может не сразу зайти вот но аккуратно выровняв я думаю вы его закроете как-то так это происходит в моем случае не хочет он закрываться вот и поэтому я просто делаю следующим образом я сначала застегиваю часть соединяю стекло там задняя часть и все такое а потом просто вот так вот вставляю его внутрь вот он там в принципе неплохо держится слегка можно его разнести не обязательно чтобы он попадал в пазы главное чтоб он там держался вот потому что ну сама конструкция задумана хорошо как но иногда очень тяжело выполнить то что предусмотрена конструкция поэтому иногда нужно выдумывать свое ну собственно говоря вот теперь лепим саму машинку соединяем защелкиваем двери двери защелкиваются вот этим пазиком вот сюда вот они не очень дают жесткость конструкции сама конструкция такая довольно хлипенькая но не будем забывать что игрушка сама тоже не очень дорогая поэтому не будем судить строго ну собственно говоря вот сама машина в сборе вот такой вот шевгале у нас получился вот у меня немножко не держится вот этот передок потому что я там запчастью одну сломал все таки умудрился но в принципе это не фатально машинка и так нормально смотрится если у вас проблема со вращением колес вот что нужно сделать колеса дел держится на болтиках вот на таких вот просто открутите немножко чуть-чуть там четверть оборота ослабьте и они будут отлично вращаться ну все вот такая вот машинка у нас получилась покажу снизу вот он робот сам прилип на дне и теперь покажу то есть ну ничего собственно говоря мудреного нету чтобы назад ее трансформировать вот но все-таки покажу как правильно чтобы ничего не сломать как я это сделал с капотом открываете двери разбираете немножко заднюю часть вынимаете движок оружие очень важно очень важно чтобы вот эта часть то есть подымаете руки можете опустить вот эту часть сначала убрать назад потому что если вы не уберете начнете собирать сразу точнее разбирать сразу то вы ее сломаете вытаскиваете ногу вот за заднюю часть вот здесь или собственно нога сразу собрано берете за вторую немного отсоединили берете за заднюю часть выпрямляете и собрали вторую ногу вот эти штучки можно завести назад передок тоже несложно делается советую сначала достать на руки которые являются крышей только аккуратненько это делаете а вот еще важная часть возьмите за колеса очень аккуратно и тащите в стороны вот только сильно не это не делайте чтобы не вырвать но сделайте так чтобы колесом вышло за пределы корпуса вот это нужно для того чтобы запустить механизм вот и опустить вот как вы видите перед робота что я сломал почему не держится капот вот обратите внимание вот здесь вот есть шестерни которые опускают и я не разобрав полностью вот это дело не выдвинув колеса начал опускать если вы видите повредил зубья шестереночки на и без этого в принципе собирается и без этих зубчиков просто но не очень крепко держится сам капот все и подымаете уши наверх так сказать двери освобождаете роботу руки вытаскиваете нет эту часть можно развернуть назад она будет неплохо смотреться вот ну и все наводите блеск лоск красоту вот эти бы я отвел назад для большей так сказать красоты и все робот собран попробуем его поставить вот еще советую от отводить вот этот стопор назад он дает дополнительную устойчивость ноге то есть он служит опорой выводите центр тяжести выводите опоры даете в руку давайте сделаем из него нож по вам все бамбалды готов защищать кого бы то ни было от кого бы то ни было ну вот так дамы и господа на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был линк всем пока